Для профилактики в нештатных ситуациях нефтяники оценили уровень транспортной безопасности на производстве. Новички и профессионалы взяли в руки кисти и краски. В Муравленко провели первый арт-пленер. Для тех, кто не боится высоты и готов покорять вершины, в городе развивают скалолазание. Как обеспечить безаварийную работу транспорта и как действовать водителям в случае возникновения внештатных ситуаций на дороге? Эти и многие другие темы обсудили в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» в рамках единого дня безопасности блока разведки и добычи. Повысить безопасность и снизить риски травматизма при использовании автотранспорта. Эти и многие другие вопросы обсуждали на протяжении всего дня в «Ноябрьске» и «Муравленко» сотрудники «Ноябрьскнефтегаза» совместно с представителями подрядных организаций. Вопросы безопасности на транспорте очень для нас важны, потому что это четко пересекается и синхронизируется с нашим основным посылом компании, нашими стратегическими ценностями, целями до 2030 года. Мы хотим выйти в лидеры по безопасности и вопросы безопасного вождения, безопасного нахождения на транспорте для нас особенно важны. Протяженность промысловых дорог «Газпромнефтеноябрьскнефтегаза» составляет более 3,5 тысяч километров. По ним ежедневно передвигаются более 4 тысяч транспортных средств. Поэтому обеспечение безопасности и профилактика безаварийной работы – один из приоритетов для компании. Мы постоянно мониторим выпуск на линию транспортного средства, состояние водителя, то есть предрейсовый, послерейсовый осмотр водителя транспортного средства. Постоянно ведутся беседы в режиме реального времени и с водителями, и с пассажирами, находящимися в автомобилях. Это все-таки не мелочь безопасности, как говорится. Проверяет на выпуске механики утром. Как говорится, я даже всегда за это за то, что он прошел, проверил мой автотранспорт, как говорится, увидел мою какую-то погрешность или какая-то поломка, он сразу предупредит. А если бы я, например, выехал и он не проверил где-то там, или тяга отвалилась, или там поворот включил, лампочка не работает, они нас предупреждают об этом. Это в первую очередь жизнь. Жизнь человека. Моя или того, кто едет рядом, навстречу. То есть, мне кажется, только из-за этого в первую очередь, допустим, сохранить чью-то жизнь, допустим. Вот и все. Большое внимание в компании уделяют и отработке действий в случае внештатных ситуаций на дороге. Водители подрядных и субподрядных организаций проходят курсы по вождению в экстремальных условиях. Главная цель защитного вождения – повышение безопасности, снижение аварийности, травматизма и гибели людей на дороге. Что такое вообще защитное вождение? Это стиль вождения, при котором водитель, независимо от действий других участников и при любых обстоятельствах, сводит к минимуму вероятность ДТП и его последствия. Сегодня в «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаз» реализуется целый комплекс мероприятий в области производственной безопасности. Главная цель – внедрить единые требования и создать все условия для их выполнения не только в самой компании, но и среди подрядчиков. Статистика из года в год улучшается. У нас уже на протяжении трех лет нет серьезных ДТП. Незначительное происшествие также на транспорте снижается, несмотря на кратный рост бизнеса по отношению к предыдущим годам. Как вы знаете, «Ноябрьский нефтегаз» увеличивает производственные мощности. Мы в два с половиной раза увеличили объем по бурению, по внутрискваженным работам, по всем остальным сегментам. И это неотъемлемо с собой подтягивает сопутствующие сервисы, в том числе и транспортные. Проведение единых дней безопасности наглядно показывает эффективность на пути к достижению поставленной цели. Использование новейших систем мониторинга транспорта, проведение обучения безопасному вождению и постоянная оценка знаний специалистов – все эти меры позволяют сократить риски, повысить качество труда и в целом обеспечить безопасную работу на объектах «Ноябрьской нефтегаза». Дарья Тюменцева, Виталий Ситняев, Новости, Муравленко. Спортивные секции, музыка, рисование, танцы. У Муравленко огромный выбор внешкольных занятий. В какое из них записать сына или дочь, родители выбирают сами. Сегодня рассказ об отделении скалолазания. У вашего ребенка энергии хоть отбавляй, а еще он любознательный и совсем не боится высоты, тогда ему точно подойдет скалолазание. Это гармоничный вид спорта, который развивает логическое и пространственное мышление, ловкость и мелкую моторику, координацию и уверенность в себе. Для детей, которые гиперактивны, очень интересный вид спорта. Почему? Потому что он от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног все тренирует, все разминает. Потому что мы держимся руками, стоим на ногах и головой крутим на 360. Очень хороший вид спорта, но в нем нет ограничений по физическим данным. У нас ребята, которые занимались в группе адаптивной физической культуры, тоже приходили занимались. Матвей Краморов скалолазанием занимается уже два года. Ему по плечу прохождение даже сложных трасс. В этом спорте видит одни плюсы. Силу получаю. Также я накачиваю все тело. Это спорт физический. А вот Валерия Спыну – новичок. Сегодня впервые взяла новую высоту. Я победила свой рекорд. Мне это даже нравится. Это страшно. Но понимаешь, что тебя подстраховывают и становится более легче. И можно двигаться дальше. Скалолазание становится настоящим спортивным трендом. Недавно даже вошло в число олимпийских видов спорта. В спортшколе «Муравленко» отделение открылось в 2019 году. Идейным вдохновителем стала семья Карташовых. Их проект получил поддержку в конкурсе «Бюджетная инициатива граждан». Теперь это направление активно развивается и совершенствуется. У нас в конце сентября соревнования. Наши городские. Чисто наши секционы. Но это будут городские. Все наши дети будут. И в начале октября мы выезжаем обратно в город Губкинский. Уже на отборочный. На следующий год мы планируем проводить сборы с детьми. Пока еще не знаем где. Но в планах это все есть у нас. Ну и, соответственно, привлечение и популяризация скалолазания в городе «Муравленко». Чтобы определиться со спортивным направлением, нужно учесть возраст ребенка, состояние его здоровья, физические данные, темперамент и личное предпочтение. И тогда все получится, уверяют специалисты. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев. Новости «Муравленко». Городская сопка на день превратилась в художественную мастерскую. Здесь прошел первый городской пленэр природы. Около 40 новичков и профессионалов взяли в руки кисти, краски и вдохновлялись красотами севера. За каждой группой новичков закреплен преподаватель детской художественной школы. Участникам рассказывают, как выводить линии, правильно делать мазки, переходы и сочетать цвета. Просто хотелось развеяться, попробовать себя в чем-то новом. Никогда, если честно, раньше не рисовала на мольберте, на свежем воздухе, на природе. Ну, очень нравится. Всегда хочется попробовать что-то нового. И потом прекрасная погода, хорошая компания, прекрасное мероприятие, которое только вдохновляет. И такая живописная природа, такой классный просто вид. Ну, как тут не нарисовать, даже если не умеешь, то все получится. Пока начинающие художники несмело делают первые мазки, профессионалы готовятся к предстоящей выставке в музее. Вместе с педагогами художественной школы рисует и выпускница ДХШ Диана Баймухаметова. Я думаю, что моя работа более-менее передает сегодняшний пейзаж. Мероприятие, оно нужное и полезное для художников, потому что пленеры для нас очень полезны, как и любое рисование с натуры. Анна Савощенко работает в художественной школе специалистом по административно-хозяйственному обеспечению. А рисовала в последний раз в школе на уроках изобразительного искусства. Меня коллеги пригласили на пленэр. Я решила попробовать. Рисовать я не умею, но работая в художественной школе, решила попробовать. Сложности нет с такими профессионалами, потому что они все так умело объясняют. А сам сложность в том, что подбор цветов и вообще построить правильный рисунок для меня, так как человека неопытного, очень сложно. Раскрасить свой день яркими красками участникам удалось благодаря проекту «Верная линия». Он стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». На грантовые средства в детской художественной школе закупили все необходимое. Холсты, акриловые краски, кисти и мольберты. Сейчас для того, чтобы люди апробировали себя, нужно очень много денег. А здесь они имеют возможность записаться к нам на мастер-классы и пройти такую апробацию. Могу я рисовать, хочу ли я рисовать, что я при этом испытываю, что происходит внутри. Для одних это возможность попробовать новые техники создания рисунка. Для других – мечта. Нарисовать свою первую картину на холсте и повесить её дома. Или подарить родным и близким людям. Анастасия Попова, Пётр Князев. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Ещё больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру и в социальных сетях.